всем привет это стеф вы смотрите обзор игры 1 я постараюсь этот обзор сделать максимально полным чтобы вы уже сами предназначен для тех кто еще не играет в нее и хочет решить то есть стойте стоит покупать игру не стоит и у него как бы нет возможности это посмотреть это официальные сервера естественно здесь вот комьюнити это официальные сервера но разных разных людей которые собираются вместе здесь уже идут идут сервера с модами также вот наш сервер это южик сервер друзья играют на разных серверах и история на которых я играл то есть подключаемся на наш сервер в общем зайдя в игру мы появляемся на карте карты здесь нет я не знаю что появится в будущих версиях но в принципе за 100 часов то что я здесь набегал я уже выучил ее вдоль и поперек так что никаких проблем не составляет первое время вы будете ориентироваться по заводам которые там есть по всяким постройкам дорога идет кольцевая то есть если все время бежать по дороге в одну сторону вы при вы прибежите в то же место и так что у нас есть давайте посмотрим это все что можно надеть на себя то есть на голову на тело на ноги и ботинки инвентарь который у нас есть снизу инвентарь это который будет использоваться то есть клавиши один два три четыре до шестой первым делом естественно добываем ресурсы если просто удалбить по дереву вот так вот появляется по одному дереву за каждый удар естественно это не это очень долго поэтому первым делом нам нужно сделать топор топором работать уже легче легче убивать животных и так далее я конечно не одобряю убийство животных но мы выживаем эта игра и так посмотрим вот там всякие постройки это уже другие игроки играют и вот мы что-то видим тут есть много объектов на карте и я уверен что карта не единственная далее не будет выпускать новые локации но пока что это то что есть в альфе связка дров дает по 7 дерева в отличие от самого дерева которая стоит 7 дерева вылетает то что вот дерево так разламывается это вышло в последнем патче то есть раньше она не ломалась и не изменялась добьем это дерево открываем на tab инвентарь и видим что у нас появилось 67 дерева для начала это достаточно теперь во всех этих локациях есть вот такие вот ну как ангары там всякие склады контейнеры всегда здесь во первых ошивается все время много людей потому что есть такие секретные ящички они все время полы так тут уже кто-то полазил ничего на всякий случай возьмем пригодится вот еще вот мы нашли патроны вот еще один это металлические фрагменты то есть так мы собираем лут обычно там вещи более ценные это мне какая-то хрень попалась и там дерево теперь нужно найти камень а он впереди мы видим медведей это медведи монстры это что-то новое тоже с этим новым апдейтом вышло до этого были зомби зомби отменили потому что люди были ими недовольными хотя я по ним скучаю было весело но появились теперь животные монстры якобы они зараженные радиацией вот такие маленькие камушки это тоже для добычи вот мы видим появилась металловая руда сульфуровая руда опять металла металлического два камня опять сульфур два камня нам нужно 5 камней и вроде 10 дерева чтобы сделать топорик это самый первый инструмент который я рекомендую вам сделать сейчас мы наберем камни камни у нас уже достаточно для того чтобы сделать первый крафт вот примерно таким образом это ваш старт вот то что мы набили за эти пять минут делаем крафт и ищем stone hatchet это то есть каменный топор нужно 10 дерева и 5 камней у нас 7 и 67 делаем то есть аналогично как в майнкрафте только для этого не нужно делать потому что то что он там делали уже не помню на некоторых серверах крафт берет время то есть чтобы скрафтить топор вы нажимаете крафт и ждете минут секунд десять то есть по-разному время по-разному на нашем сервере это отключено и делается моментально теперь топором естественно легче добывать ресурс далее я подошел еще к одной локации здесь у нас ящик посмотрим здесь у нас вот гранула кстати на в описании идет свойство то есть что дает это вот гранула то есть это шоколадка чего это такое она дает 150 калорий то есть мы достаточно сыты плюс 5 жизненных слотов я знаю это к это тушенка или бобы они снимают еще радиации то снизу мы видим 300 калорий минус 50 радиации идем дальше теперь наша цель построить первое место где мы можем он волк лазит они это не волк от свинья вот свинью обязательно чтобы калорий поднять калории не умирать от голода нам нужно кушать самая легкая добыть еду это сосни за ней нужно носиться также здесь есть олени зайцы там курочки и всякое такое вот это ужасное зрелище я добываю еду а также можете видеть добывается еще ткань и животный жир и животного на лень ну я просто для примера покажу что оленя вот топором практически нереально прибить хорошо этот олень был не против что мы его прибили обычно они очень быстро бегают вот олени вот это нормальная лень видно что он убегает и гоняться за таким оленем просто бесполезно вот там дальше мы видим черного волка есть хищни есть хищные животные есть не хищники от них лучше держаться пока что на начальных этапах подальше итак мы добыли достаточно дерево то есть я ставил игру на паузу если у нас достаточно дерево достаточно тряпок он 105 тряпок 250 200 и тут 121 все есть теперь нужно найти место где мы будем строить дом это будет первый такой грубо говоря шалаш или сара и не знаю что такое строится но из непереработанного дерева чтобы построить более серьезные сооружения нужно дерево перерабатывать заходим в крафт и выбираем следующие вещи то есть для начала мы выберем выбираем кэмпфайр это обычный огонь то есть нужно для этого 5 дерева вот у нас появился огонь факел я уберу вверх это все тоже это мед камень можно вообще выкинуть потому что мы сделали топор нам он же не просто так в инвентаре тратит место далее деревянную дверь для этого нужно 30 дерева и shelter shelter то есть вот этот сарай в котором мы будем прятаться для этого нужно 50 дерева то есть самая стабильная начальная постройка то есть все с чем нужно произвести какие-либо действуем и ставим в инвентарь действий то есть с одного до шести нажимаем 1 и у нас появляется вот такой вот временная локация это значит сделаем здесь отлично все появился такой домик с виду он выглядит очень красиво жить можно нормально так ставим дверь дверь ставится вот так и чтобы допустим для нас она открывается для других это будет закрыта если вы хотите играйте с друзьями и хотите дать им тоже доступ в вашу дверь нажимаем и и держим на двери то есть появляется такое меню открыть дверь разблокировать и поменять замок то есть делаем change lock и нам предлагает вести пароль то есть я сделаю 2706 это моя день рождения и месяц проще всего запомнить ok теперь кому нужно я дам этот пароль 2706 он сможет открыть дверь ставим костер все вот костер те 5 дерева которые мы потратили на разработку они в принципе уже в костре тоже нажимаем и первая кнопка это зажечь и open либо просто нажимаем и без держать это он сразу зажигает открывать делаем open и перетаскиваем туда мясо которое мы добыли то есть 7 7 кусков мяса пока мясо готовится мы займемся обустраиванием этого дома в первую очередь что нам нужно если нас убьют мы по и мы должны вернуться в дом то есть потеряться на этой карте очень легко теперь как мы вернемся в этот дом нам нужно построить либо спальный мешок либо кровать sleeping bag вот она для этого нужно 15 тканей сделаем спальный мешок вот он появился спальный мешок чтобы кстати вот здесь показывается статус комфорт то есть мы сейчас находимся возле костра чувствуем себя комфортно и не так уж быстро уходит еда и здоровье регенерируется быстрее делаем одежду это в категории armor вот это одежда из ткани то есть все что мы можем сделать вот тряпочный шлем на самом деле он не выглядит как шлем вопрос выглядит как шапка на людях это я попозже покажу как придут кинти греки вест штаны и ботинки надеваемся справа вы видите то есть что это дает какие эффекты от одежды естественно есть более крутая одежда и так продолжаем то есть вот у нас есть спальный мешок теперь в чем отличие от спального мешка от кровати если мы умираем то на кровать мы возвращаемся сразу если мы умираем и у нас только спальный мешок мы можем вернуться на него через четыре минуты кровать обычно ставят дома а спальный мешок при нападении на других вот вы допустим подошли к чужому дому или чужой базе тоже есть люди которые строят действительно там базы они живут там толпой у них есть общий забор и ищем свои дома для нападения естественно выгодно ставить такие спальные мешки что потом рядом появится и опять продолжать нападение теперь куда складывать вещи для этого нам нужно сделать ящик для этого нужно 30 дерева вот будет storage box обычный деревянный маленький ящик перетаскиваем аналогично в меню действий и ставим его где-нибудь здесь все готово закроем это сюда перетащим вещи которые мы добыли это очень важно дверь постоянно закрываете потому что любой проходящий может прийти прибить вас и свалить вместе с вашими добытыми ресурсы у нас осталось 712 калорий чтобы не остаться голодными вот костер как раз погас значит сгорело все дерево открываем мясо которое было сырое перешло в готовое соберем его сюда перетаскиваем меню действий собственно сейчас я нажимаю четверка и вы посмотрите калорий будет подниматься то есть уровень еды будет повышаться что мы делаем теперь крафтим лук для лука нужны стрелы также как для любого другого оружия нужны патроны находим категорию оружие вот hunting ball это лук для этого нужно 35 дерево и ткани 5 то есть у нас все есть крафт перетаскиваем лук к себе первый слот и делаем для него эти стрелы то есть нужно один камень и 4 делали 4 дерева делаем крафт у нас появилось 4 стрелы стрелы и прочие патроны не обязательно перетаскивать они тратятся прямо за интернет из инвентаря если нам нужно сделать немножко больше нажимаем сюда возле заводов обычно появляется радиация то есть это видно по экрану уровень радиации снизу вы можете видеть он увеличивается уже 100 радиация в принципе это самое радиационное место и возле него мы видим кучу просто всяких монстров медведей и волков довольно такие опасные опасные животные ну и попробуем что-нибудь с ним сделать конечно это не лучший вариант такой делать но чтобы продемонстрировать и вам покажу не обращайте внимание что медведи пока что лают из них выпадает куриное мясо это нормально для роста лучше отбежать подальше готово раньше вместо вот этих вот монстров животных были зомби это было повеселее они бегали быстро были такие опа самолет про самолет и вам тоже расскажу с него выпадает постоянно какой-нибудь лут такой который не найдешь нигде то есть это очень ценный лут вот мы пока не видим где он упал но попозже я продемонстрирую медведь медведь все мы немножко опоздали с медведей выпала выпадают такие рюкзаки на самом деле эти рюкзаки выпадают людей и выпадали зомби поэтому это немножко нелогично что с медведей выпадают рюкзаки с металлом с металлическими фрагментами но это альфа как бы все в процессе разработки каждую неделю или даже каждые две выходят патчи и все они делают то есть пока что не обращаем на это внимание сейчас мы заходим на этот завод я просто вам покажу как здесь все выглядит и где искать и дополнительный лут то есть он все время появляется на одном и том же месте вот патроны для рыбника большой ящик еще ткань еще патроны радиация у нас уже 400 как она дойдет до 500 мы начнем терять жизнь для этого нужно либо вот появилась меню радиация мы теряем жизни для этого нужна одежда защитная от радиации которая немножко будет делать это меньше либо либо вот эти вот ну тушенка которая снимала радиации также есть антирадиационные таблетки сейчас я специально умру чтобы вы посмотрели как я появлюсь на нашем месте там где мы поставили спальный мешок это тоже очень важно потому что появляется два меню ты можешь выбрать просто респаун а можешь выбрать и респаун это м это мы появимся там где последний раз поставили либо спальный мешок либо где у нас есть кровать все мы трупы и у нас предупреждают что мы не сможем здесь больше появляться в течение четырех минут посмотрите сейчас в правый нижний уголь угол видно что там мы замерзаем то есть cold потому что мы естественно без одежды без ничего мы умерли наш сундук наша сумка осталась там где мы умерли можем сходить и взять но скорее всего кто-то другой уже придет и возьмет так что поэтому нужно все оставлять в доме и естественно закрывать дверь и так наступила ночь немного плохо видно теперь я покажу как строить ну уже стандартный дом деревянный точно так же строится металлический но чтобы построить металлический вам либо нужны ее части либо части этого дома либо ресерч китом эти части выучить чтобы их крафтить то есть для начала вам доступны только деревянные принцип один и тот же для того чтобы построить сам дом нам нужно сделать из дерева заготовки то есть металл плэнкс и металл плэнкс и будем плэнкс секунду вот ресурсы будут плэнкс сейчас сделаем досок 50 где-то и тоже не знаете нам это хватит конечно для 50 досок нужно 500 дерева теперь вот они эти доски появились у нас это тоже тип ресурса и в самом низу у нас есть части то есть эти части соответственно для строительства дома никакой дом не строится без фундамента обязательно нужен фундамент сделаем для начала сделаем маленький дом чтобы просто вам показать а вы уже можете делать их просто громадные так далее многоэтажные то есть границ как построить дом нету главное его защитить делать несколько проходов несколько стен несколько дверей потому что все это ломается взрывается металлический дом естественно тяжелее сломать соответственно также и металлические двери делаем крафт то есть вот у нас есть два фундамента потом столбы столбы это тоже основа дома без них не поставишь ни стены ни крыши ничего другого нам нужно раз два три 4 5 6 6 столбов стены один дверной проем сделаем одно окно вот это для окна стена это для двери и лестницы это соответственно если вы захотите делать второй этаж рампа если подъем на фундамент если фундамент вышел довольно высокий можно сделать рампу чтобы подняться было легче и собственно потолок и решетки металлические для решеток во первых вот он нам пишет requires workbench то есть это столик для работы пока что мы не можем это сделать металлические фрагменты для работы у нас есть но чуть попозже так начнем делать сейчас исполняться уберу лишнее и стены нам нужно будет так нужно 4 но у нас закончились уже плэнкс ну все уже начинает немного светать сейчас где-то третий час ночи по игре вот мы видим красным появляется уже восход с той стороны в принципе уже видно можно что то делать как раз я еще сделал несколько будут плэнкс и можно сделать еще одну стену это в принципе то что нужно итак начинаем первым ставится фундамент естественно если вы планируете широкий дом делать то выбирать желательно ровную поверхность вот у нас есть фундамент на нем мы ставим столбы кстати столбы еще ставится посередине но делать этого я не рекомендую потому что фундамент временно в альфе не удаляется то есть не фундамент и фундамент по-моему даже тоже вот эти столбы они не удаляются если вы неправильно что-то поставите придется начинать все заново и жалко терять ресурс далее выбираем где будет дверь дверь можно сделать с этой стороны окно можно вытащить то есть все время должно во первых окна требует решетки потому что через окно легко залезть если она не на высоте если она даже на высоте к вам могут подстроить какой-то подъем там ящики поставить запрыгнуть и так далее всегда нужны решетки поэтому много окон не делайте только если это тактически имеет смысл то есть смотреть допустим на на этот на этот завод если там кто-то будет просто жалко ресурсы ставим соответственно стены все и еще нам нужно скрафтить потолок это вот два таких элемента раз и два так ну все готово теперь нам нужно сделать печку печка называется здесь форнэйнс форнэйс и для этого нам нужно камни дерево и лоу-грейт фил то есть это бензин низкого качества как он делается из жиров которые мы выбиваем с животных и тряпки то есть соответственно с одной с одной допустим свиньи можно сделать его лоу-грейт фил сделаем 10 не с одной свиньи не получится нужно несколько и соответственно делаем печку все печка готова в этой печке мы будем переплавлять руду ставим ее в какое-нибудь место это будет удобно теперь открываем эту печь ставим сюда соответственно металлическую руду которую мы выбиваем с камней и сульфуровую руду сульфур это нужно в основном для всяких взрывчаток и все такое у меня понятия нет что это вообще за руда и что с него делается уложим сюда же дерево и все потом просто поджигаем нажимаем use все пошел дымок как вы помните чтобы сделать решетки нам нужен такой специальный столик это workbench называется сейчас мы его найдем вот он для workbench нам нужны камни и дерево вот появился столик подойдя и находясь рядом с ним мы можем делать уже более более серьезные такие крафты которые нельзя сделать просто так посреди поля вот у нас решетка и кстати вот в углу здесь видно что появился workbench 1 то есть здесь мы уже можем делать какие-то другие вещи вот появилась решетка и сделаем металлическую дверь metal door это для этого нужно 200 металлических фрагментов соответственно эту дверь тяжелее взорвать ее можно взорвать только если я не ошибаюсь двумя или четырьмя си четыре то есть взрывчатками что сделать их это не так уж легко где может появиться еще взрывчатка это в ящиках которые скидывает самолет чуть попозже посмотрим ставим дверь откроем ее если вдруг кто-то захочет зайти и ставим решетку все дом готов взломать этот дом намного тяжелее чем вот этот сарай возьмем наш спальный мешок и перетащим его в дом зачем мы это делаем потому что если кто-то войдет к нам в дом разрушить спальный мешок то уже нереально что мы куда-то вернемся шансов оказаться посреди карты и потерять дом очень много если спальный мешок или кровать будет разрушены сейчас подойдем к workbench и посмотрим что нам нужно для кровати соответственно 40 тканей и 100 металлических фрагментов сделает нам кровать и нам не придется ждать 4 минуты чтобы возвращаться ну чтобы возвращаться назад вот сюда даже если нас убьют кровать готова теперь пойдем посмотрим в печке если вот появляется у нас это уголь уголь пригодится потом если я не ошибаюсь нужен уголь и сульфур чтобы сделать порох и металлические фрагменты у нас появляются и сам соответственно сульфур давайте посмотрим перетащим сюда уголь сульфур металлические объекты посмотрим крафт паудер ган паудер это порох для этого нам нужен 2 угля и 2 сульфура то есть немножко сделаем вот у нас появился еще порох теперь чтобы сделать патроны 9 миллиметров патроны во первых изначально у вас не будет для этого вам понадобится либо чертеж чтобы сделать эти патроны либо найти research kit и сами патроны и тогда уже производить эти патроны для них нам нужно 1 металлический фрагмент и 3 пороха сделаем немножко патронов 9 патронов револьвер и 9 миллиметров 9 миллиметровый пистолет для пистолета нам нужен low quality metal то есть металл низкого качества как он делается из металлических фрагментов найдем его где 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 вот low quality metal 15 металлических фрагментов дают нам 1 low quality metal нам нужно 10 сделаем 10 вот он появился появились эти фрагменты этот металл выбираем пистолет все готов пистолет как вы можете видеть здесь есть три маленьких квадратика возле пистолета что это дает нам это в принципе слоты для модернизации оружия то есть что мы можем сделать поставить туда фонарик лазерный прицел еще один прицел и глушитель глушитель очень хорошо когда вы только начали сделали этот пистолет хотите кого-то убить но знайте что он сильнее и вам нужно его по-тихому убить что есть чтобы он не обнаружил даже откуда вы по нему стреляете то есть сейчас мы посмотрю если у меня есть эти вещи эмот да у меня есть все то есть и сайленцер для него тоже нужен металл вот такой прицел лазерный прицел и флешлайн мод давайте сейчас все сделаем чтоб посмотреть сделаем еще несколько штук этого металла сделаем 30 флешлайт это хорошо ночью потому что ночью ничего не видно естественно не полазишь сразу и с факелом и с пистолетом поэтому понадобится фонарик лазерный прицел тоже можно сделать и сайленцер ставим на него флешлайт вон один кубик занят лазерный прицел и глушитель достаем все пистолет с глушителем попробуем пострелять перезаряжаться соответственно на R 9 патронов заряжено чтоб включить фонарик нажимаем F это хорошо ночью но так же вас видно то есть все видят что вы бегаете с фонариком и вас издалека кто-то может снять и G это включение лазера то есть для защиты дома соответственно мы можем сделать всякие там ухищрения например спайк вал это такие сделаем две штучки я вам покажу что это такое желательно ставить их в местах где может где могут взорвать вот допустим если металлическую дверь тяжелее взорвать то скорее всего будут пытаться взорвать деревянный деревянную стену поэтому ставим рядом вот такую вот штуку приближаясь к ней вы получаете ранение то есть ее нужно только сломать чтобы подойти вот я вам сейчас продемонстрирую это просто вот мы подошли так 30 процентов жизни снялось давайте еще сюда оп 40 процентов жизни жизни снялось и мы кровоточим то есть нам нужна аптечка обязательно все остановили кровотечение сейчас я вам продемонстрирую про самолет что они сбрасывают давайте посмотрим вон летит самолет теперь лететь он может вообще в любом месте и сбросить груз абсолютно в любом месте то есть давайте посмотрим где на данный момент будет груз ага все побежали туда он сбрасывает обычно от одного до трех ящиков то есть это тоже рандомно абсолютно говорить можно то есть если у вас есть микрофон не обязательно сидеть с кем-то в скайпе или в тимспике вы можете говорить прямо в игре нажимая в вот я нажал в и появляется микрофон каждый раз когда я говорю все меня в игре слышат а вот подходим и что у нас здесь есть то есть как вы видите бежать за этими ящиками за них бороться да имеет смысл то есть 250 патронов 250 таких 100 для дробовика 5 гранат С4 которым можно выносить и двери и все остальное и большой медкит медкит восстанавливает 100% жизни у нас их 5 штук так вот мы вернулись домой я закрою двери просто продемонстрирую вам как он работает С4 я выбрал его вот он внизу то есть неважно куда мы подойдем он может можно лепиться в любое место можно лепить сразу по 3 нечаянно задел этот защиту поставим сюда и посмотрим все как видите то есть деревянную дверь С4-1 вынес просто напрочь и так возвращаемся к демонстрации оружия это значит 9 мм пистолет это один из первых оружий это револьвер в него помещается 8 патронов там видно 4 слота более простой вот такой вот пистолет даже даже понятия не имею что сейчас произошло потому что я первый раз его взял в руки это пи-250 и он немного мощнее и дальность у него получше чем у 9 мм второго есть у нас еще дробовик то есть это не дробовик а шотган хотя в принципе и дробовик тоже дробовиком можно сносить вот эти штуки м16 и не м4 то есть анимация перезарядки довольно таки интересная м м слотов у нас к сожалению здесь нет но можно сделать хороший более лучший прицел вот такой вот холл сайт к сожалению тут у нас вышел без слотов далее теперь есть еще два оружия это мп-5 и болт экшен райфл то есть это считается как снайперка она у нее довольно длительный довольно высокий рейндж на 250 метров и демейдж тоже хороший возьмем ее а и кстати вот есть у нас чертеж болт экшен райфл блюпринт то есть как вы видите если мы посмотрим крафт оружия вот есть все оружие кроме болт экшен райфл то есть чтобы его выучить мы делаем правой кнопкой на чертеже которые выпадают обычно из животных зомби либо с ящиков делаем стады все и you can now крафт болт экшен райфл и у нас появился у нас здесь то есть теперь мы можем это сделать и еще мп-5 тоже у нас нету это research kit research kit перетаскивается на любой предмет это может быть что угодно это может быть патроны все что угодно перетаскиваем его на мп-5 для этого нам нужно быть возле workbench чтобы сделать research этого оружия вот подходим к столику перетаскиваем его сюда все теперь мы можем также делать мп-5 проверим что это действительно так вот оружие появился у нас мп-5 нажимаем на него нам нужно low quality metal 20 штук для болт экшен райфл нужно дерево low quality metal 30 и кожа 20 все продемонстрируем также это оружие на этот мы можем поставить hollow side кстати покажу как это без него вот прицел стандартный поставим прицел такой и проверим с ним то есть более точней патроны 5-5-6 используется в этом типе оружия в этом оружии используется патроны вот 5-5-6 также используется в м4 и в болт экшен райфл сейчас я тоже вам продемонстрирую идет 3 патрона если поставить хороший прицел лазер довольно хорошая винтовка очень хорошо отстреливаться если ваш дом расположен где-то на горе так другие типы одежды у нас есть костюмы антирадиационные с таким значком радиации то есть они от пуль защищают плюс 5 от атак от взрывов на 25 радиации плюс 50 и от холода на 25 есть еще самая считается здесь на данный момент продвинутая одежда это кевлар иногда вам будет выпадать в ящиках или просто в этих самолетах будет приходить вот такая вот граната она называется supply signal это значит сигнал для новой поддержки то есть мы ее кидаем появляется такой зеленый дым и в это место самолет скидывает новый груз сейчас выйдем в какое-нибудь место и посмотрим как это происходит сделаем пошел зеленый дым и ждем самолета на этом месте то есть где-то в этом районе должен упасть груз посмотрим что нам принесут на этот на этот раз отлично для тех кто хочет строить крепость и все ограждать серьезными заборами есть у вас вот такие вот баррикады это важно допустим чтобы отстреливаться если на вас кто-то нападает то есть за них можно спрятаться вести огонь из убежище из убежища такого далее есть есть большие большие ворота для них тоже делаются двери все это ограждается большой высокой стеной это идет дверь на нее соответственно тоже можно поставить код сейчас мы наблюдаем как вообще игроки играют вот допустим это игрок нашего сервера то есть можно заметить они только сегодня здесь появились можно видеть что он охотится видимо на животных или просто бегает от кого-то или кого-то ищет он меня не видит то есть я сейчас наблюдаю за ним он меня не видит потому что я как администратор могу быть невидимым и наблюдать за игроками таким образом можно смотреть если вы используете чит или нет читеров на данный момент хватает то есть есть возможности обманывать игру то есть быстро двигаться прыгать на дома и так далее но естественно они банятся то есть банят тысячи людей тысячи аккаунтов это не так хорошо но тем не менее разработчики над этим очень хорошо работают вал в античит тоже система распознает даже если вы используете чит какое-то время вас банят через день такие случаи я уже видел то есть некоторые люди которые играли на этом сервере уже забанены собственно вот люди уже построили себе деревянный дом железную дверь это дом из трех блоков если я не ошибаюсь или раз два три четыре пять значит пять блоков два этажа это насколько я понял это два друга они играют вместе то есть тот игрок и этот это два друга вот он тоже куда-то бежит это соответственно разные локации сейчас еще к этому перейду тоже посмотрите какие здесь места есть да вот он стоит играет этот игрок на данный момент обходит все локации обычно где радиация там есть всякие то есть возможности для лута то есть ящики это будет там оружие поварах или прочие ингредиенты прочим стабильно то есть по его черному костюму можно понять что он одет в броню кевлар это самое сильное на данном сервере парень который мы видели в синей одежде до этого он был в кожаной одежде она немного посильнее чем тряпочная вон еще один игрок тоже фармит добывает вещи всякие это кстати тот парень который к нам подходил ночью когда мы строили дом то есть посмотрите на возможные постройки везде стоят решетки лестницы я бы сказал что это здание немножко хуже защищено потому что стены не везде стоят то есть подняться наверх можно сделав пристройки естественно там у них есть двери но тем не менее я бы рекомендовал закрывать все стенами абсолютно все пойдем я покажу вам пример этого дома это строил тоже не я но имею доступ к нему там лестница вверх идет здесь стоят сундуки в сундуках мы видим это большие сундуки их тоже можно научиться делать здесь одежда кирки кирками очень хорошо ломать кстати кто-то тут ходит в печке что-то там жарит я слышу шаги что я здесь не один то есть тут тоже одежда ну то есть они сделали свой порядок то есть у них в каждом ящике там определенные вещи он здесь оставил свой спальный мешок там еще кто-то оставил попробуем зайти сюда еще ящики еще ящики здесь тоже кто-то поселился по большому счету обзор уже подошел к концу все вы уже решаете если вам нравится эта игра не нравится есть вариант что последующие то есть продажи будет намного дороже цена игры поднимется когда уже будет готова на сто процентов будет полноценный релиз графика довольно приятная атмосфера тоже приятная все зависит по большому счету от компании с которой играешь если люди интересны если сервер с адекватными людьми взрослыми людьми играть намного интереснее если админы адекватные просто зайдете на тот на другой на третий сервер вы поймете где какое отношение где вам приятно где вам неприятно и в принципе все это спасибо за просмотренное видео оставляйте комментарии можете также заходить к нам на сервер все если хотите заходите на сайт я его тоже сейчас оставлю в видео и в ссылке и скоро будет новое видео по поводу создания серверов как это делать как настраивать как обновлять как оплачивать какие варианты есть что за моды будет обзор различных модов то есть есть оксайб есть раст плюс плюс дополнительные essentials всякие в общем в этой игре постоянно будет что-то обновляться если будут выходить новые патчи естественно я тоже постараюсь сделать на них обзор и говорите какие плюсы и минусы этого видео если было много воды извиняюсь если время забрал насчет этого если вам понравилось ставьте лайк и отсылайте ссылки другим людям посмотреть до встречи до встречи до встречи до встречи до встречи до встречи Продолжение следует...